Четвертьфинал Лиги Чемпионов Лиги Чемпионов Напомним, что в первом матче в Польше казанцы одержали тяжелейшую победу 3-2. Причем команда Владимира Олегна уступала 6-10 на тайбрейке, но сумела дожать поляков вместе с их невероятными болельщиками. Есть игроки, исполнители. Может быть, это был не наш. Лучший день, лучший матч взял на выводы. Движемся вперед. Я думаю, что мы играем в хорошем матче. Возможно, мы не сможем закрыть, но мы счастливы, потому что мы знаем, что разница между нас и их. В техническом плане мы разобрали свои... В принципе, в тактическом делали все правильно относительно, но, конечно, где-то не везло. Нужно играть в концовках четче, потому что в двух партиях ввели там плюс 2, плюс 3 после 20 и проигрывали эти партии. Я думаю, что это не свойственно для «Зенита». У «Зенитовцев» было время исправить недочеты и поработать над ошибками. И это несмотря на то, что только вчера казанцы провели матч Суперлиги против «Енисея». И вновь 5 партий, и вновь «Зенит» сильнее. Ключевое отличие – против «Енисея» сыграли резервисты, получившие драгоценную игровую практику, тем самым предоставив отдых лидерам. Ребята, которые играли против «Енисея» – молодцы. Полностью весь не играл «Перпу» со стартовым составом. Стояла цель восстановления. Я думаю, что мы ее выдержим. Матч в Польше, который немного у нас забрал сил, энергии, перелеты. Мы об этом говорим. Поэтому мы будем надеяться, что все в порядке. Конечно, наверное, не как после полноценного выходного. Но плюс, наверное, то, что в эмоциональном плане мы потратили минимум сил. Конечно, эмоциональность составляющая, я думаю, что во многом решающая. Предыгровое опробование началось спустя сутки после игры с Красноярском и за сутки до матча с поляками. Началось оно с поздравлений. 17 марта свой 55-й день рождения отпраздновал старший тренер Александр Серебренников. 18 марта именинником стал капитан Александр Будько. А в день матча, 19 марта, не до дня рождения будет Максиму Михайлову. Какова игра «Дня рождения»? Вместе с болельщиками съемочная группа «Зет ТВ» поздравляет именинников. Желая им и их близким в первую очередь здоровья, успехов, свершений и побед как на площадках, так и за их пределами. Сама же тренировка продлилась стандартные полтора часа в бодром ритме и отличном настроении. Что немаловажно перед ответственным матчем. Есть игра, стоит задача. Сделать выводы и нельзя такими сериями проигрывать. Что касается волейболистов Трефл Гданьск, то им пришлось проделать долгий путь до Казани, по сути совершив три пересадки. Напомним, что бюджет польской команды после потери главного сада. Первого спонсора был собран благодаря пожертвованиям болельщиков через краундфаундинговую платформу. В нынешнем сезоне Гданьск уже проиграл суперкубок, не пробился в финал Кубка Польши и не выйдет в плей-офф чемпионата. При этом в Лиге чемпионов команда Андрея Анастази выступает выше всяких похвал. Но предстоящий матч станет для его волейболистов аж седьмым за 17 дней. Уже на третий день после встречи с Зенитом Гданьск играл в Радами, где уступил в сухую, проиграв тем самым пять из шести матчей в марте. Выматывающий график с матчами раз в три дня все-таки дает о себе знать. Кто сделает шаг навстречу полуфиналу Лиги чемпионов и встрече с итальянской Перуджей вместе с Вильфредо Леоном? Мы узнаем 19 марта. Мы помним финал четырех и знаем, что наши болельщики умеют поддерживать команду не хуже польских. Ждем вас в центре волейбола с 18 часов по московскому времени. Не смотри на сварку, смотри ЗТВ. Субтитры создавал DimaTorzok